Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи наш, Сергий, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Великая княгиня Елизавета Феодоровна Через сутки после расстрела царской семьи, 5-18 июля, была убита Великая княгиня Елизавета Феодоровна вместе с несколькими своими царственными родственниками и с послушницей, всюду последовавшей за ней. Старшая, родная сестра императрицы, женщина смелая и великодушная, начала свою карьеру в период полного расцвета величия Русской империи и закончила ее в мрачных недрах одной пермской угольной копии, куда она была вернута своими палачами в итоге продолжительных скорбей и страданий. Будучи на 8 лет старше своей сестры императрицы, она с раннего детства получила от своей матери воспитание, подготовившее ее к духовной деятельности. Эта мудрая и нежная мать сумела внушить своим детям с их малых лет главный принцип христианства – любовь к ближнему. Елизавета Феодоровна вызвала самое искреннее расположение к себе в стране, заменившей ей ее отечество, совершившей множество благотворительных дел и в течение своей краткой жизни непрестанно заботясь о благополучии русского народа. На образовании духовного облика великой княгини, по собственному ее признанию, имел большое влияние пример Елизаветы Тюрингенской, сделавшейся через свою дочь одной из родоначальниц Гессенского дома. Современница крестовых походов, эта замечательная женщина соединяла в себе глубокое благочестие с самоотверженной любовью к ближним. Ее супруг считал ее щедрость расточительностью и иногда преследовал ее за это. Постигшее затем Елизавету раннее вдовство обрекло ее на скитальческую полную лишений жизнь. После она снова получила возможность всецело посвятить себя делам милосердия. Высокое почитание этой царственной подвижницы еще при жизни побудило римскую церковь в XIII веке причислить ее к лику своих святых. Душа великой княгини с детства была пленена светлым образом ее прабабки. Замечательно, что вскоре после рождения великой княгини ее мать принцесса Алиса, женщина высокого и кроткого духа, по поводу данного ей дочери имени, писала королеве Виктории. Мы любили Елизавету, потому что святая Елизавета была прабабкой Десцентского дома, так же как и Саксонского. Великая княгиня сохранила это имя и после принятия православия, избрав своей небесной покровительницей, святую и праведную Елизавету 5 сентября. Будучи избрана в супруге великому князю Сергею Александровичу, молодая великая княгиня с любознательностью и чуткостью стала изучать черты русского народа и особенно его веру, положившую глубокий отпечаток на наш народный характер и всю нашу культуру. Вскоре православие покорило ее своей красотой и богатством внутреннего содержания, которое она нередко противопоставляла духовной бедности, опустошенного протестантства. И при всем том, они так самодовольны, говорила она. Глубоко благочестивая протестантская семья, давшая нам двух великих женщин, императрицу и ее сестру, имела широкий созерцательный дух, который оказался близким даже православному богослужебному строю. Елизавета Феодоровна говорила потом про свою третью сестру, гостившую у нее. Ирена ни в чем не находит такого наслаждения, как в православном богослужении, особенно в Успенском соборе. Мы с ней не пропускаем ни одной воскресной утренни. Вот ответ подлинных протестантов нашим отщепенцам-сектантам, именующим себя также протестантами и ожесточенно отвергающим православное богослужение. И великая княгиня по собственному внутреннему побуждению решила присоединиться к православной церкви. Когда она сообщила о своем намерении своему супругу, у него, по словам одного из бывших придворных, слезы невольно брызнули из глаз. Глубоко тронут был ее решением и сам император Александр Третий, благословивший свою невестку после святого миропомазания драгоценной иконой нерукотворенного Спаса. Копия чудотворной иконы в часовне святого Спаса, которую Великая княгиня свято чтила в течение всей последующей жизни. Приобщившись таким образом к нашей вере и через нее ко всему, что составляло душу русского человека, Великая княгиня могла с полным правом сказать теперь своему супругу словами мавитянки Руфи «Твой народ стал моим народом, твой Бог моим Богом». Долговременное пребывание Великого князя на посту генерал-губернатора в Москве, этом истинном сердце России, где его супруга была в живом соприкосновении с нашими вековыми святынями и исконным русским народным бытом, должно было еще теснее сроднить Великую княгиню с новым ее отечеством. Семь лет ее брака прошли в полном расцвете петербургской придворной жизни, и чтобы угодить своему мужу, она собрала вокруг себя светское общество, и это общество ею восхищалось. Но подобный образ жизни ее мало удовлетворял. По занимаемому ею положению она обязана была присутствовать на всех официальных приемах, но они представляли для нее интерес лишь постольку, поскольку она могла использовать некоторые ее связи на пользу своей благотворительной деятельности, которую в то время она уже начинала проявлять. В Москве все очень быстро усвоили навык постоянно на нее опираться, ставить ее во главе новых организаций, выбирать ее в патронессы всех благотворительных учреждений, и к началу Японской войны она уже была хорошо подготовлена для того, чтобы сыграть главную роль в великом патриотическом движении, в котором приняло участие все русское общество, постоянно заботясь о раненых солдатах, как в госпиталях, так и на фронте, вдали от их домашних очагов. Великая княгиня была вполне поглощена этой работой, она всюду успевала. Заботилась обо всем том, что могло восстановить силы и предоставить всякие удобства солдатам. Не забывала она и духовные нужды русских людей, посылала им походные церкви, снабжала всем необходимым для совершения богослужений. Но самым замечательным ее достижением, и только ее одной, была организация женского труда, в состав которого входили женщины всех слоев общества, с высшего до низшего, объединенные ей в Кремленском дворце, где были устроены надлежащие мастерские. С утра до вечера, за все время войны, этот деятельный улей работал на армию, и Великая княгиня радовалась, видя, что обширные, позолоченные дворцовые залы едва хватали на работниц. В самом деле, единственный, не употреблявшийся на эту цель зал, был только тронный зал. Весь день Великая княгиня проходил за этой работой, вскоре принявшей грандиозные размеры. То было целое министерство своего рода. Москва боготворила свою княгиню, выражала ей глубокую признательность, ежедневной посылкой в ее мастерскую и всякого рода подарков для солдат. И число тюков, отправленных таким образом на фронт, было колоссальное. Личность ее была до такой степени вдохновляющей, что даже самые холодные люди загорались с пламенем от соприкосновения с ее пылкой душой и с необычайной энергией шли на благотворительную деятельность. Однажды, 4 февраля 1905 года, в тот момент, когда Великая княгиня собиралась в свои мастерские, она была встревожена сильным взрывом бомбы. И, бросившись к месту его, она увидела, как один солдат расстилал свою военную шинель над растерзанным телом ее мужа, желая скрыть его от взоров несчастной супруги. Колено преклоненное на улице, Великая княгиня простирала свои руки, чтобы обнять останки своего мужа. Весьма возможно, что ужас перед растерзанным телом явился причиной того, что она с тех пор отказывалась от всякой пищи, в которой была прежде жизнь. Молоко, зелень и хлеб являлись главными продуктами ее питания еще задолго до ее пострижения выночества. Величие духа, с каким она перенесла постигшие ее испытания, вызывало удивление у всех. Она нашла в себе нравственную силу посетить даже убийцу своего мужа, Каляева, в надежде смягчить его сердце своей кротости и всепрощением. Она навестила преступника в тюрьме. Ей открыли его двери, и она одна вошла в камеру. Когда он увидел ее стоящей перед ним, он спросил, «Кто вы?» «Я его вдова», — ответила она, «Почему вы его убили?» «Я не хотел убить вас», — сказал он. «Я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу на готове. Но вы были с ним. Я не решился его тронуть». «И вы не сообразили того, что вы меня убили вместе с ним», — ответила она. Тогда она заговорила об ужасе самого преступления перед Господом Богом. Евангелие было в ее руках, и она умоляла преступника его прочесть. Она надеялась, что заблудшая душа его покается до своего явления перед Господом. Смерть для нее была пустым звуком. Она навестила его не для того только, чтобы иметь возможность добиться помилования от Государя. Она преследовала иную цель. Она опасалась дня страшного суда даже для своих врагов. Ей при ее необычайной доброте оказалось невыносимым, чтобы даже тот, который лишил ее счастья, скончался нераскаянным. Она вся продолжала настаивать на том, чтобы преступник прочел слова Евангелия, надеясь, что они тронут его закаменелое сердце. «Я прочту их», — сказал он, «если вы обещаете мне прочесть описание моей жизни. Тогда вы поймете, почему я задался целью уничтожить всех тех, которые мешают нам привести в исполнение наши анархические принципы». Евангелие было оставлено на столе в камере. Выходя оттуда, великая княгиня с грустью заявила ожидавшим ее. «Моя попытка оказалась безрезультатной, хотя кто знает. Возможно, что в последнюю минуту он сознает свой грех и раскается в нем». Таким образом, мы можем понять, что и всю свою жизнь, не исключая даже и самого наиужаснейшего ее периода, великая княгиня совершенно могла забывать о самой себе и думать лишь о других. Тотчас после смерти великого князя, тогда как она еще не вполне отдавала себе отчетов своей потери. Она начала думать о второй жертве того же преступления, о преданном кучере ее мужа, умиравшем в госпитале, тело которого было пробито гвоздями и обломками дерева от кареты. Как только кучер ее увидел, он сразу спросил, «Как здравствует его императорское высочество?» Чтобы скрыть правду, которая огорчила бы его, она произнесла эти простые и прекрасные слова «Он направил меня к вам». Высокие христианские чувства она выразила и от леса великого князя, написав на кресте памятники, воздвигнутом по проекту Васнецова на месте его кончины, трогательные евангельские слова «Отче, отпусти им, не верят, что творят». Мутеническая смерть великого князя Сергея Александровича произвела переворот в душе его супруги, заставив ее навсегда отойти от прежней жизни. Пережитый ужас оставил в ее душе глубокую рану, которая зажила лишь тогда, когда она устремила свои глаза на созерцание того, что не от мира сего. Не все, однако, были способны правильно понять и оценить происшедшую в ней перемену. Надо было пережить такую потрясающую катастрофу, как ее, чтобы убедиться в непрочности богатства, славы и прочих земных благ, о чем столько веков говорит Евангелие. Для общества решимость великой княгини распустить свой двор, чтобы удалиться от света и посвятить себя служению Богу и ближним, казалось соблазном и безумием. Презрева, однако, одинаковые слезы друзей, пересуды и насмешки света, она мужественно пошла своей новой дорогой. Она старалась ничего не предпринимать без указаний опытных в духовной жизни старцев, в особенности старцев Зосимовой пустыни, которым отдала себя в полное послушание. Небесными своими наставниками и покровителями она избрала преподобного Сергия и святителя Алексия. Их особенному покрову она вручила и ушедшего от нее супруга, похоронив его прах под чудовым монастырем в великолепной усыпальнице, отделанной в стиле древних римских катакомб. Высоко чтила она и преподобного Серафима, на прославление которого она присутствовала вместе с другими членами императорской фамилии. Под глубоким обаянием торжества прославления она писала своей сестре, принцессе Виктории, Мильфорд Хевен, которая жила по сей день. Следующее. Как много красивых и здоровых впечатлений! Мы ехали шесть часов в экипажах до монастыря. По дороге в деревнях красивые, здоровые люди были живописны в ярко-красных сарафанах и рубахах. Монастырь очень красив и расположен в необъятном сосновом бару. Богослужения и молитвы, читаемые на нем, были замечательны. Святой Серафим был монахом, жил в восемнадцатом столетии, был известен чистотой и святости своей жизни и при этом исцелял больных и нравственно поддерживал к нему обращающихся. А после его кончины чудеса не прекращаются. Тысячи и тысячи народа со всех концов России собрались в Сарове на день его прославления и привезли своих больных из Сибири и Кавказа. Какую немощь, какие болезни мы видели, но и какую веру! Казалось, что мы живем во времена земной жизни Спасителя. И как они молились, как плакали. Эти бедные матери с больными детьми, и слава Богу, многие исцелялись. Господь сподобил нас видеть, как немая девочка заговорила, но как молилась за нее мать. Продолжительный траур по великому князю, когда она замкнулась в свой внутренний мир и постоянно пребывала в храме, был первой естественной гранью, отдалившей ее от обычной до сих пор жизненной обстановки. Переход из дворца в приобретенное ей здание на Ордынке, где она оставила для себя только две-три очень скромные комнатки, означал полный разрыв с прошлым и начало нового периода в ее жизни. Отныне ее главной заботой стало устройство общины, в которой внутреннее духовное служение Богу органически соединено было бы с деятельным служением ближним во имя Христова. Это был совершенно новый для нас тип организованной церковной благотворительности, поэтому он обратил на себя общее внимание. В основу его положена была та глубокая и непреложная мысль, что мы все почерпаем от Бога, а потому и в нем только можем любить своих ближних, и что тот, кто живет во Христе, способен подниматься на высоту полного самоотречения и полагать душу свою за други своя. Великая Княгиня хотела одушевить нашу благотворительность духом Евангелия и поставить ее под покров в церкви и через то приблизить к последней, постепенно самое наше общество, в значительной своей части, остававшееся равнодушным к вере. Очень знаменательно самое наименование, какое Великая Княгиня дала созданному ей учреждению Марфо-Мариинской обитель. Она предназначалась быть как бы домом Лазаря, в котором так часто пребывал Христос Спаситель. Сестры обители призваны были соединить и высокий жребий Марии, внемлющий вечным глаголом жизни, и служение Марфы, поскольку они опекали у себя Христа в лице его меньших братьев. Оправдывая и поясняя свою мысль, преснопамятная основательница обители говорила, что Христос Спаситель не мог осудить Марфу за оказанное ему гостеприимство, ибо последнее было проявлением ее любви к нему. Он предостерегал только Марфу и в лице ее женщину вообще от излишней хлопотливости и суетности, способной отвлекать ее от высших запросов духа. Быть не от мира сего, и однако жить и действовать среди мира, чтобы преображать его, вот основание, на котором она хотела утвердить свою обитель. Стремясь быть во всем послушной дочерью православной церкви, великая княгиня не хотела воспользоваться преимуществами своего положения, чтобы в чем-нибудь, хотя бы в самом малом, освободить себя от подчинения, неустановленным для всех правилам и указаниям церковной власти. Напротив, она с полной готовностью исполняла малейшее желание последней, хотя бы оно и не совпадало с ее личными взглядами. Одновременно, например, она серьезно думала о возрождении древнего института Дьяконис, в чем ее горячо поддерживал митрополит московский Владимир, потом мученик киевский. Но против этого, по недоразумению, восстал епископ Гермоген, в то время Саратовский, после мученик Тобольский. Обвинив без всяких оснований великую княгиню в протестантских тенденциях, в чем потом раскаялся сам. Он заставил ее отказаться от взлеленной ей идеи. Оказавшись таким образом непонятой в своих лучших стремлениях, великая княгиня не угасила себе духа от пережитого разочарования, но вложила все сердце в свое любимое детище, то есть Марфа-Мариинскую обитель. Неудивительно, что обитель быстро расцвела и привлекла много сестер, как из аристократического общества, так и из народа. Во внутренней жизни последний царил почти монастырский строй, но и в ней ее деятельность выражалась в лечении приходящих и клинических, помещенных в самой обители, больных, в материальной и нравственной помощи бедным, в презрении сирот и покинутых детей, которых так много гибнет в каждом большом городе. Здесь нельзя не упомянуть о том, что великая княгиня имела в виду воспитать особых сестер для духовного утешения тяжких больных, стоящих на краю могилы. Не страшно ли, говорила она, что мы из ложной гуманности стараемся усыплять таких страдальцев надеждой на их мнимое выздоровление? Мы оказали бы им лучшую услугу, если бы заранее приготовили их к христианскому переходу в вечность. Особенно внимание великая княгиня обратила на несчастных детей хитрого рынка, сирот и бесприютных, несших на себе печать проклятия за грехи своих отцов, детей, рождавшихся на этом мутном дне Москвы, чтобы поблекнуть, прежде чем они успели расцвести. Многие из них были взяты в устроенное для них общежитие для мальчиков, где они быстро возрождались физически и духовно. За другими было установлено постоянное наблюдение на местах их жительства. Силой любви христианского воспитания недавние бродяги улицы превратились в честных и исполнительных юношей, составивших всем известную в Москве артель посыльных. Великая княгиня во всей ее деятельности изыскивала новые пути и формы благотворительности, в которых иногда отражалось влияние ее первой западной родины, опередившей нас в организации общественной помощи и взаимопомощи. Дом для молодых девушек-работниц и учащихся давал им дешевую или бесплатную квартиру и спасение от той же развратной улицы. Ею организованы бесплатная лечебница, амбулатория, курс сестер-милосердия, бесплатная столовая, в мировую войну лазарет тяжело раненых. Не все из этих учреждений были непосредственно связаны с Марфо-Мариинской обителью, но все они, как лучи в центре, объединялись в лице ее настоятельницы, обнимавшей их своими заботами и покровительством. Она твердо верила в то, что работа является основой религиозной жизни, а молитвой ее отдыхом, и потому монахини призывались ею на деятельность и вне стен монастыря. Сестры Марфа и Марии навещали бедных и больных, оказывали им всевозможную помощь, заботились о их детях, убирали их помещения и всюду вносили с собой радость и мир. Но самые трудные должности всегда выполнялись настоятельницы монастыря, которая чувствовала в самой себе мощь, необходимую для достижения ее цели. Многочисленные доклады и приемы рассмотрения разного рода просьб и ходатайств, поступавших к ней со всех концов России, и другие дела наполняли обыкновенно весь ее день, доводя ее часто до полного утомления. Это не мешало ей, однако, проводить ночью в постели тяжело больных или посещать ночные службы в Кремле и в излюбленном народом церквах, в излюбленных и монастырях в разных концах Москвы. Дух превозмогал изнемогающее тело. Единственным отдыхом для нее служили поездки на Богомоле в разные концы России. Народ, однако, и здесь отнимал у нее возможность найти тишину уединения, высоко почитая в ней соединение двойного ореола царственного происхождения высокого благочестия. Он восторженно встречал ее повсюду, и поездки великой княгини в разные города России против ее воли обращались в триумфальные шествия. Скрывая свои труды, она являлась перед людьми всегда со светлым, улыбающимся лицом. Только когда она оставалась одна или в кругу близких людей, у нее на лице, особенно в глазах, проступала таинственная грусть, печать высоких душ, томящихся в этом мире. Отрешившись почти от всего земного, она тем ярче светила исходящим от нее внутренним светом и особенно своей любовью и ласкою. Никто деликатнее ее не умел сделать приятной другим, каждому соответственного его потребностям или духовному облику. Душа великой княгини росла и одухотворялась при ее образе жизни полной всевозможных лишений. Постоянно спокойная и уравновешенная, она находила достаточно времени и сил для выполнения своей неустанной деятельности. Она занимала три крошечные комнаты, белые и чистые, отделенные от госпиталя церковью. Единственной находящейся в ней мебель были плетеные стулья, а на стенах висели лишь одни иконы, дарованные ей теми, которые любили ее и ценили. Спала она на деревянной кровати, бестификаей, на жесткой подушке, но изнуренная после тяжелых дневных забот она быстро засыпала. Зачастую сон ее продолжался не более двух-трех часов в сутки, но бывало, что и часть этого времени посвящалась друзьям, умолявшим ее не отказать принять их в поздний час. В полночь она вставала на молитву в своей церкви, а затем обходила всю больницу. В тех случаях, когда кто-либо из больных давал ей повод для серьезных опасений, она сидела у его изголовья вплоть до рассвета, стараясь облегчить его страдания. Присущей ей интуиции ума и сердца, она всегда находила слова утешения, и больные сами свидетельствовали о том, что одно ее присутствие оказывало на них благотворное влияние и значительно облегчало их страдания. Они чувствовали, что от нее исходили целебная сила, дававшая им возможность терпеливо и безропотно переносить мучения и нервные пациенты, ободренные ей храбро шли на операцию. Если случалось, что несмотря на все ее усилия, больной все же не выживал, то он умирал на ее руках. Православная церковь имеет обычаи беспрерывного чтения псалмов над телом покойного в течение дней предшествовавших погребению. Великая княгиня посещала и самые захолустные, глухие и бедные края и отдаленные деревушки, даже с языческим населением Черемис, Ватяков, Чувашей. Смотри, под молитвенным покровом святителя Николая и ее императорское высочество, благоверной княгине и великая княгиня Елизавета Феодоровна у Черемис язычников составил священник Сергей Покровский. Должность эта обычно выполнялась монахинями любого монастыря и падали она зачастую на долю сестер Марфы и Марии. Ночные же бдения всегда выполнялись с настоятельницей монастыря в часовне, сооруженной для этой цели, в конце сада и в ночной тишине раздавался голос великой княгини, читающей псалмы над телом покойного. Главные больницы Москвы быстро обнаружили благотворные результаты лечения в госпитале великой княгини, вмещавшем в себе не более 15 пациентов и самые безнадежные случаи всегда направляли сюда. Приводим один пример. Кухарка бедного домохозяйства пострадала обжогами от опрокинутой ей керосиновой печки. Обжоги покрывали все ее тело за исключением ладоней и ступней. Богу нашему слава во веки веков аминь. Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала. пациенту пациенту пострадала Субтитры создавал DimaTorzok